Категории завоевал лицензию олимпийскую. Хочется, чтобы его успех повторил в сегодняшнем бою и Артём. Если он выиграет у соперника, то также получит вот эту заветную путёвку в Рио-де-Жанейро. Соперник его румынский боксёр Богдан Журатоний. Ему 25 лет, он пониже Артёма, 5 сантиметров уступает в росте россиянину, 178 сантиметров рост румынского боксёра. В атаке Артём Чеботарёв потряс он соперника, потряс, друзья. Мощная, мощная длинная атака, очень мощная. Пропускает румын очередные удары и снизу, и боковые летят в цель. Но Журатоний крепкий парень, конечно, и физически крепкий, и опытный. Если сможет выдержать эту бомбардировку, то думаю, что... Хотя до конца раунда ещё больше минуты. Но Артёму надо всё-таки почувствовать время, вы знаете. Раунд он вот благодаря вот этому эпизоду, скорее всего, выиграет. Но впереди ещё 7 таких трёх минуток, и надо об этом не забывать. Так вот, соперник его... Призёр чемпионата мира в Баку, бронзовый он там получил в 2011 году. И серебряный был на чемпионате 2013 года в Минске. Опытный боксёр, очень сильный соперник, ничего не скажешь. Поэтому и тот, и другой, собственно, тот, кто победит сейчас в этом поединке, и получит олимпийскую путёвку. Снова хорош, снова хороший Артём. Мощно атакует. Здорово он настроился на этот поединок. Рефери в ринге Макл Галлахер, один из сильнейших вообще в любительском боксе. Должен был видеть сейчас, как румынский боксёр держал, схватил просто руку и прижал к себе руку Артёма Чеботарёва. Но он почему-то не остановил в тот момент бой. Гонг великолепно провёл первый раунд Артём Чеботарёв. Очень ярко, очень красиво. Вы видите, секундирует ему Александр Валерьевич Лебзяк, главный тренер сборной России. И Артём Чеботарёв за это время, когда со сборной работал последний этап Александр Лебзяк, не был с ним. Он готовился по серии АИБА ПРО. Основная команда готовилась к чемпионату Европы, находилась на высокогорном сборе в армянском Цахкадзоре. Вот где только они спустились, и в скором времени поют на чемпионат Европы в Болгарию. И, конечно же, Лебзяку интересно посмотреть, как один из его подопречных выглядит вот сейчас, после долгого перерыва, когда Чеботарёв не был в поле его зрения. Но по первому раунду выглядит просто очень здорово. Если он физически готов, если с выносливо всё в порядке, если он не выложится в первых двух-трёх раундах, а потом не начнёт задавать, то всё в порядке. Давайте смотреть. Потому что, ещё раз скажу, румынский боксёр очень серьёзный соперник. И так просто вот нахрапом его не возьмёшь. Хорошо, хорошо. Хороший тайминг демонстрирует «Россиянин». На долю секунды успевает опередить соперника с его атакой. Аккуратнее, аккуратнее. Два боковых удара сейчас Артём пропустил. Ни к чему, это совершенно. Ещё раз скажу, Журатония опытен. Опыта у него не меньше, чем у «Россиянина». И желание завоевать вот эту путёвку, конечно, тоже не меньше. Пропускает снова Дмитрий. Опасность снова. Остался в углу почему-то. Руки, 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 руки. Да. Нужен клинч, он спасается. Дмитрий пропустил очень мощную атаку соперника. Несколько сильных ударов легли точно в цель. Вот этого я и боялся, если честно. Здесь главное не заиграться. Главное всё-таки держать в узде свои эмоции. Руки, руки, руки. Руки, руки. Рассечение над правым глазом у «Россиянина» мы видим. Действительно, боксёры опасно сближались с головой. И могло бы произойти там вот этот удар головой. Это будет мешать сковывать действия нашего боксёра. Но пропускает, много он пропускает. Всё-таки передняя рука зачастую бывает очень низко опущена. Через неё Румын попал уже несколько раз. Снова Румын, точнее, в этой атаке и снова боковые удары. И прямой уже лег в цель. Чистую проигрывает этот раунд «Россиянин». А так хорошо всё начиналось. А ведь такое количество пропущенных ударов может сказаться. Всего лишь только два раунда мы с вами посмотрели. Впереди ещё шесть. Тревожно, тревожно, очень. Вот смотрим повторы. Посмотрите, боковые удары. Румынского боксёра легли в цель. Но судьи дали 2-1 этот раунд в пользу Чеботарёва. Интересно. Остается, остается в углу у канатов Чеботарёв. Почему-то вот соперники его тогда уводят. Но шаг в сторону, вправо, влево. Лучше с ударом. Этого мы не видим. Снова в атаке Румынс. Снова у канатов заставить Чеботарёв. Окей. Валерий. Валерий рука. Валерий! 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 Оставляет голову, оставляет Чеботарев. Ну, нельзя так боксировать. Я понимаю, что желание захлестывает. Хочется идти вперед, атаковать. Ну, нельзя становиться такой вот голой мишенью. Правый боковой. Очень много пропустил Чеботарев. Я боюсь, как бы это ни сказалось. Вообще, в итоге, вот это количество тоннаж этих ударов всего лишь только в три раунда. Вот опасался я, что в первом раунде, так вот, помните песню Высоцкого. Когда рванул как на 500. Ну, концовка, концовка нужна. И снова навстречу. Артем пропускает. Обидно. Чуть-таки внимательнее, внимательнее надо быть. Гонг. Да. Очень напряженный бой. Очень тревожный, я бы сказал. И у Журатони тоже рассечение небольшое. Справа. Видим, вот эти боковые удары, да, на повторе. Через руку. 29-27, 29-28, 29-28. С небольшим преимуществом ведет Чеботарёв. Ты меня не соображаешь не очень, Артём. Всё, давай, давай, думай, головка. Артём. Логи не нужно, куда я пропускаю. Чеботарёв. Гонг, не накручиво. Заводи. Ну, ну, вперёд, блядь. Руки, руки, руки на месте, руки. Стоп. 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 Ноги, ноги. Ноги, ноги. Поначалу, да, мы видели, как хорошо Чеботарёв опережал соперника. С началом атак. Сейчас часто они просто врубаются друг в друга. Одновременно начинают атаковать. Стоит, ноги. Того впечатления, что Журатоне выглядит чуть посвежее. Это четвёртый раунд. Движение! 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 Движ Ну что, сейчас нужна хорошая концовка в этом раунде, потому что он был очень близким. Ну сейчас уже чуть получше, уже чуть получше. Не так уж вольно давал работать сопернику Чеботарёв. Эдуард Кравцов внимательно обрабатывает, тщательно обрабатывает вот это рассечение у Артёма Чеботарёва. Смотрим повторы. Ну я так понимаю, что главное действие в углу производит всё-таки Эдуард Кравцов. Александр Ребезяк подходит, слушает. Ну правильно, но он не работал с этим боксером в последнее время. Он просто наблюдает, хочет понять в каком состоянии один из претендентов на поездку на Олимпиаду. А больше с ним работал как раз Эдуард Кравцов. Двигайся, двигайся. Двигайся, не стой. Артём, на мой взгляд, больше надо двигаться в сторону, вправо, влево. Вообще больше двигаться. И тем более, не по прямой, а всё время закручивать соперник. Галлахер делает замечание Румыну за удар ниже пояса. Снова тот попадает ниже этой опасной зоны. Джеб совершенно ненужный пропустил Артём. Двигаться, двигаться. Останавливается фронтально перед соперником, облегчает тому задачу. Рассечение у того и у другого. Врат сейчас будет смотреть, что там с рассечением у румынского бокса. Должен дать сейчас свой вердикт. Дает разрешение на продолжение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такую двоечку сейчас нехитрую, но точную провел Чеботарё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно рассечение у румына на лбу, по-моему. Кровь заливает ему уже и нос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, напряженнейший бой. Много крови, много пропущенных ударов. Так что и с другой стороны. И наступают самые решительные, заключительные три раунда, которые, на мой взгляд, и определяют исход этого поединка. Сейчас посмотрим, давайте, счет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раунд за румынским боксером. Не так? По двум карточкам ведет Чеботарёв. 48-46, 48-47. А по третий впереди уже на одну очко румынский боксер. Да, как я и сказал, все решится в последних трех раундах. Раунд 6. Шестой раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова остался у канатов Чеботарёв. Румын атакует очень мощно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боковые удары очень опасные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? Как с выносливостью у боксеров? Именно сейчас это станет решающим, определяющим фактором. Пропускает снова совершенно необязательные удары. А Артём... Не понимаю, почему он останавливается там у канатов. Но если уж остановился, перекройся полностью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боковой удар в исполнении Журатония. Отвечает апперкотом довольно точно. Россиянин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, всё-таки для любителей вот эти восемь раундов. А если счёт восемь раундов такого плотного, так... О, хорошо! Хорошо сейчас! Чеботарёв ответил. Три боковых удара. И снизу снова ложатся в цель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо, надо. Наступает решающая такая фаза поединка, когда буквально ни одного эпизода нельзя отдавать сопернику. Потому что сейчас закончится шестой раунд. Напоминаю, с минимальным преимуществом по двум карточкам ведёт Чеботарёв. И этот раунд нельзя проигрывать ни в коем случае. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На встречу сейчас хорошо попадает Артём. Ну, опять остался у канатов. Ну, что ты скажешь? Хорошо отвечает. Молодец! Ну, вот есть необязательные совершенно удары, которые ему почему-то позволяют проводить соперник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, здорово! Здорово сейчас в этом размене действует Чеботарёв. Правый боковой. С гонгом ложится в цель. Очень хорошая. Хорошая концовка удалась Артёму. Ну, какой же кровавый бой, какой же напряжённый, какой же непредсказуемый. Танцовка была хороша. Давайте посмотрим, что сказали судьи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, все ожидали. И я в том числе побеседовал до этого с тренерами, в частности, вот, и с Эдуардом Промцовым, который тоже считал, что бой будет очень тяжёлый, соперник очень достойный. что у нас настолько будет, сложный бой для Артёма. Я, честно говоря, не представлял. Но вы всё видите сами. Итак, 10-9. Раунд отдан Чеботарёва. Можно вздохнуть. Чуть посвободнее. Осталось два раунда до конца боя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять вызывается врач, рассечение. У Журатония. Я не могу подплигать. Я не могу подпускать. Ты okay? Ты see where you are? Если ты блин, то много, то ты должен остановить, потому что ты не можешь видеть. Ты okay? Ты okay? Okay. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигайся, двигайся. Крути его, крути. Раскручивай. Руки, руки внимательно. Не пропускать вот здесь эти боковые опасные удары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работа, работа, длительница. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руки надо все-таки держать, вышиб. Закрывать голову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под весом соперника Воротоня опустился на одно колено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова джеб ложится в цель. Вот этих ненужных совершенно ударов, которые, ну, обязан видеть боксер и обязан их предотвращать, пропускает Чеботарев по ходу боя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отыгрывается, отвечает, но... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все на грани, все на тоненьком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо сейчас. На встречу в два раза попал Чеботарев. Но боковые удары... Журатоне тоже нет-нет, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доходят до цели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заканчивается седьмой, предпоследний раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я боялся раннего рассечения вот этого во втором раунде Артема Чеботарева, но Эдуард Кравцов поработал отлично, оно его не беспокоит практически, а вот чего нельзя сказать о Румынии. И седьмой раунд позади, на прижойнищей бои. Напоминаю, победитель этого поединка получает именную олимпийскую лицензию. Ну вот, смотрим повторы эпизодов седьмого раунда. Вы видите, да, пропускал Чеботарев, пропускал Чеботарев. 2-1 дали судьи этот раунд в его пользу. Ну, есть преимущество, вполне комфортное перед заключительным раундом. Надо просто спокойно довести дело до конца. Скальзиночка. Разрывает дистанцию Чеботарев. Решает соперника таким образом инициативой, который обязан идти вперед, обязан атаковать. Снова мощный удар румынского боксера ложится в цель. И еще один точно в подбородок попадает и левый боковой. Ну, не нужно пропускать такие удары. Очень много ударов легло в цель. Отвечает хорошим правым боковым и снова неплохая серия в исполнении Чеботарева. Ну, что, отыграл те пропущенные очки. И снова хороший удар. Вот это боище. Правый апперкот. Левый боковой. Встык пошли боксеры. Очень опасно. Тем более, что у того и другого рассечения. Но остается всего минута до конца боя. Внимательно Галлахер смотрит за боксерами вот эти последние секунды. Еще позавчера он судил решающий бой в Кузбассе. И вот уже здесь, в Москве, опять-таки, на главном поединке вечера. Размен. Из последних сил боксеры держатся в ринге. Ну, Чеботарев проявил просто характер. Вот за этого можно похвалить. Сумасшедшие бойцовские качества. Исполнение Артема мы с вами увидели. Но, доложу я вам, Богдан Журатай выдал очень серьезный бой. Создал огромное количество проблем нашему боксеру. Думаю, что победит, конечно, по итогам в судейских записках. Победит, конечно, россиянин. Но победа будет очень-очень-очень такая тяжелая. Ну, может, тем и достойнее. Точно? Нет. По лучшим бойцам. По бою, по проигранным. Ну, что сказать. Если олимпийская лицензия будет завоевана, ну, по ходу, я могу сказать, что по счету, которые были по семи раундам, Артем должен выиграть. Но, получив олимпийскую лицензию, надо сейчас работать и работать. Потому что есть Петр Хомуков, который показался во всемирной серии бокса просто блестящий, который вынес всех своих соперников. Можно, конечно, говорить о том, что соперники у того были, может быть, не такие сильные, как сегодня. Да, Журатоне действительно очень сильный боксер. Но, тем не менее, хочется сказать Артему, что надо прибавлять, прибавлять и прибавлять. Если он хочет поехать в Рио-де-Жанейро. И так, дамы и господа, по измечении восьми красивейших раундов, мы отмечаемся с удовлетворением солиста. After the eight dramatic rounds, we are going to the judges' score cards. Судья один, 76, 75, judge 1, 76, 75, judge 2, 77, 75, 77, 75, 77, 75, judge 3, и также 77, 75, по третьей карточке. Единогласное решение. Со счетом 3-0 побеждает Артем Чеботарев. По вашим именемом и по вашим именемом и по вашим бронзе Радьямом Артемом! Ну что ж, поздравляем Артемом. Одержана очень трудная победа, очень трудная, очень нужная, потому что завоевана, еще раз скажу, олимпийская лицензия. Но, надо работать, работать и работать. С таким боксом на Олимпиаде будет трудно. Ну что ж, друзья, а мы на этом заканчиваем нашу трансляцию. Думаю, вам понравилось это время, которое вы привели у своих телеприемников. Для вас работал Борис Скрипко. До свидания, до новых встреч.